и всем привет меня зовут лена крупина и совсем недавно на канале вышло видео о гимнастках которые сменили свое гражданство и выступают не за страну в которой они родились и порой не за страну в которой они начинали тренироваться и добиваться успехов так вы в комментариях написали огромное количество других не менее известных гимнасток а я решила что все они достойны быть видео поэтому вторая часть о гимнастках которые представляют не свою родную страну если вы пропустили первую часть то обязательно посмотрите ссылочку оставлю в описании ну и не забывайте подписаться на канал чтобы не пропускать новые интересные видео а также напоминаю что youtube сейчас в россии не монетизируется поэтому для меня будет особенно ценно если вы сможете поддержать меня по ссылкам в описании заранее большое спасибо одна из нынешних самых главных звезд лала кромаренко тоже связано не только с россией ее корни уходят в азербайджан правда сама лала родилась в москве но тренироваться начала в баку куда ее отца приглашали играть футбол за сборную 2012 году лала была вынуждена вернуться в москву и продолжать заняться гимнастикой здесь так как в азербайджане для нее перспектив не видели как принес сказал главный тренер азербайджана негодная для гимнастики а в россии она оказалась не только годной но на данный момент и самой перспективной александра а джи джи кулия за гимнасткой италии у которой тоже очень интересная и непростая судьба связанные с гимнастикой родилась с сашем в румынии именно там и начала тренироваться и выступать за сборную ее отец работал в италии и посылал деньги семье саша прожила два года с бабушкой и дедушкой позже она переехала в италию продолжать свою спортивную карьеру и жила около четырех лет с личным тренером с 2012 года саша представляет на международном уровне уже италию одна из самых известных гимнастик алина кабаева тоже связаны не с одной страной так родилась алина в ташкенте именно там начала заниматься гимнастикой в 11 лет вместе с мамой они переехали в москву так как считали что только ирина александровна винар сможет реализовать все таланты алины кабаевой первое условие ирины винар для алины было похудеть с чем она справилась и осталась в россии а с 1996 года алина кабаева начала представлять страну на международных турнирах еще одна известная российская гимнастка яна батыршина родилась в узбекистане однако приносила медали россии родилась я на в 1979 году в ссср в ташкенте узбекистане у нее был долгий непростой путь в сборную узбекистана позднее распался советский союз и вместе с родителями они приняли решение выбрать спорт и переехали в россию где я она попала в новогорский центр к ирине винар и позднее начала представлять сборную россии маргарита мамун наша недавняя олимпийская чемпионка несмотря на свое московское рождение связаны еще и с бангладешем откуда ее отец рита имеет двойное гражданство и в какой-то период времени даже представляла бангладеш но в итоге выбрала россию и мы только рады для россии она принесла огромное количество медалей в том числе и золото олимпийских игр я ника вартлан гимнастка которая у меня лично ассоциируется с невероятными купальниками родилась я ника в донецке городе украины ее мама украинка а папа эстонец изначально я ника на соревнованиях представляла эстонию однако там не жила и не тренировалась и только под конец своей карьеры в 2018 году она решила выступать за родную украину и получила украинское спортивное гражданство алия гораева еще одна не менее известная гимнастка которая приняла участие в двух олимпийских играх на ее счету не одна медаль чемпионатов мира и европы которые она завоевала для азербайджана хотя изначально алия родилась свердловске и до 2005 года выступала за россию ксения мустафаева гимнастка франции которая еще недавно блистала на мировой арене родилась ксюша в минске в беларуси с 4 лет начала заниматься гимнастикой в 2000 году вместе с мамой они переехали во францию и только через 10 лет после переезда ксюша стала представлять францию на международных стартах рейчел стоянов гимнастка родившаяся в сша которая имеет болгарское и македонское гражданство на международных соревнованиях она представляла северную македонию но сейчас приняла решение выступает за сборную болгарии полина березина родилась в москве но с четырех лет жила в испании именно там и начала заниматься гимнастикой в 2008 году отец был вынужден вернуться в москву по работе а полина стала совмещать занятия гимнастикой в испании и москве и продолжила представлять испанию на мировом уровне елизавета одикадзе гимнастка родившаяся в сша однако в 2021 году ей поступило предложение стать членом сборной грузии в групповых теперь у лизы двойное гражданство и она переехала в грузию далее варфоломеева родилась в барнауле городе россии там с четырех лет начала заниматься гимнастикой а с 2019 года представляет сборную германии на международных стартах дарья грохотова еще одна гимнастка барнаула правда она на мировых турнирах представляет сборную белоруссии марина дурунда гимнастка которая родилась в севастополе городе украины переехала на кипр где становилась чемпионкой страны но не смогла получить паспорт кипра однако азербайджан предложил ей свой паспорт и в итоге она представляла азербайджан на мировом уровне и надо сказать вполне неплохо выиграв медали чемпионата европы и европейских игр для азербайджана сол мартинес файнберг родилась в испании в семье аргентинцев сейчас продолжает жить в испании однако на мировых стартах представляет аргентину соломе пажава гимнастка грузии которая родилась в москве гимнастику она попала только в 8 лет но влюбилась в этот вид спорта в 2008 году семья переехала в грузию там соломе попала в сборную и стала представлять грузию на мировой арене инна жукова родилась в краснодаре городе россии там она начала заниматься гимнастикой позднее ее пригласили выступать за сборной белоруссии и она принесла серебряную медаль олимпийских игр для этой страны еще одна гимнастка которая выступает за беларусь арина красноруцкая а родилась арина в симферополе и в 2018 году переехала в беларусь пишите в комментариях про кого из этих гимнасток вы не знали что они связаны с другой страной ну и уверена что это далеко не все гимнастки которые представляют другую страну и переезжают и меняют гражданство выбирая спорт поэтому если будет кто-то появляться новые пишите в комментариях возможно сделаем в будущем еще одну часть ну и помните что я вас всех очень сильно люблю и пока пока